Моё почтение. Меня зовут Дрим Риппер. Я бездар, завистник и никто. И знаете, всё чаще блогеры, в частности связанные с кинематографом, так или иначе форсят тему того, что если герои побеждают абстрактное зло благодаря своей любви, как в Интерстелларе или Самурай Джеки, то это бред и сценарный инфантилизм. Иногда мне хочется на то, что вы говорите, сказать слово бред, но я никогда себе этого не позволяю, поэтому за базаром следи. Даже если герои приложили все усилия, чтобы прийти к победе, а любовь являлась лишь катализатором их действий, типа основная претензия звучит как «Самая сила любви спасла человеческие жизни!» Ужасно. Суицид. То есть, кто не думал, как это просто взять и по-идиотски прекратить всё рощерком пары сантиметров стали? Но, согласитесь, обычно что-то останавливает нас от этого. Ну, иначе вы бы тупо не смотрели этот ролик. Мысли о суициде как раз-таки и останавливало. Это САНОЯ СИЛА ЛЮБВИ! Представьте, сколько людей за всю историю существования самовыпила решили. Да ну в пизду! Этот мир слишком классный для того, чтобы из него уходить в никуда. И простая идея любви спасла миллионы, может быть, даже миллиарды жизней. Любви к природе, к творчеству, к труду, к самому себе, к девушке, которая, возможно, никогда даже не ответит взаимностью. Ну, или хотя бы к хорошему сыру, или к дешёвому виске. К сожалению, это просто чай. Я думаю, у чувака, который всю жизнь провёл во френд-зоне, а 20 лет из этой жизни в изгнании, было дофига причин вздёрнуться. Однако он воплотил свои чувства любви в, наверное, самом известном произведении на христианскую мифологию. Кроме Библии, конечно. В божественной комедии. И сколько людей, вроде того же Алигьери, благодаря любви выбрали жизнь, несмотря на весь тот пиздец, которым подкидывала судьба. Сколько людей вдохновлялись примером Алигьери и продолжали искать что-то светлое в своей жизни. Всё это тоже избитое киношное клише. Другой пример. Из чувства любви к человечеству Джона Сол создал вакцину от полиомелита, чем спас несчётное количество человеческих жизней. А, это просто фармацевтический бизнес. Он делал это ради наживы. Нет, он не получил за это ни копейки, поскольку не стал оформлять патент. Акт любви к человечеству победил зло в лице... человеческих жертв. Кстати, почитайте про инсулин, пенициллин и рентгеновские лучи. Говорят, они тоже как-то помогают людям, но утверждать не берусь. Я в больнице уже с полгода не был. Может, сейчас там котируют подорожник и мокринцу? Ну, или благотворительность. Да, я не особо в неё верю и считаю, что она скорее лечит симптомы, чем болезнь. Но благодаря ней совершается маленький прогресс, который даёт шанс на более светлое будущее и определённые доли людей. И да, порой это просто дешёвый пиар, вроде Роналду, который передал свою дневную зарплату на лечение мальчика, чем обеспечил себе небывалые упоминания в СМИ. Но порой люди действительно вкладываются в благое дело, потому что считают это правильным и полезным для человечества. Билл Гейтс скинул в общак 35 миллиардов долларов. Неплохо так, да? Причём большая часть пошёл образование, поскольку молодым учёным нужны гранты, да и улучшение процесса обучения, само по себе вещь важная и полезная. И в то же время, это не пиар-ход. Билла Гейтса знает каждый второй. Выпуск самой распространённой в мире операционки только увеличивается. А хернё в духе «это план, чтобы продать больше Иксбокс» я попрошу оставить при себе. И если вы привержены с позиции «у него же миллиарды, куда ему ещё тратить?» Дим. Мне похуй. Да, это я знаю. Просто давай покажем, что можно купить на 70 миллиардов рублей, не долларов. Дворцы, резиденции, родовые усадьбы, яхты и виноградники в России и за рубежом. Суть в том, что, как бы цинично вы не относились к этому чувству, огромное количество людей соплятся за жизнь и стараются сделать хоть что-то, имея в голове лишь знание о том, что кто-то дорог им и кому-то дороги они. У старой доброй Роулинг не было ни хрена. Она жила со своей сестрой, была матерью-одиночкой и переживала смерть матери и развод с мужем. Но она любила мир, который создала, она любила свою дочь, поэтому корпела над своим проектом. И в итоге, сейчас её можно назвать счастливой. Ну, или по крайней мере успешной. И мне интересно, смогла бы Роулинг побороть тёмное чувство апатии и безысходности, безъярко получали в век к своей дочери и творчеству. Нужно спросить у Ван Гога. Кстати, если вы сторонник теории, что за Джоан писала группа авторов, а она лишь постановное лицо с жастливой историей для привлечения покупателей, то советую вам воспользоваться вот этим. Пока они, они, не промыли вам мозги. И, блядь, давайте будем взрослыми людьми и не будем воспринимать всё, показанное на экране, всерьёз, забывая про метафоры, аллегории и иные тропы, с помощью которых люди пытаются выразить свои мысли в художественном произведении. При этом я согласен, что есть грань, которую не надо переходить и нельзя творить полную херню, как в «Защитниках» или «Книге мастеров», где персонажи действительно побеждают благодаря ссанной силе любви. И объяснить это иначе, чем сценарной ленью, невозможно. Но когда авторы аккуратно подводят героев и зрителей к определённой мысли, которая вписывается в законы мира и не нарушает логику, стоит ли воспринимать это как нечто ужасное? Вам решать. Но моё мнение, естественно, субъективно, неправильно и глупо. Прошу прощения, что от него у вас время. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!